Ту-324 – проект ближнемагистрального пассажирского самолета. Разработка. В начале 90-х КБ Туполев приступила к проектированию 20-местного пассажирского самолета Ту-20, оснащенного двигателями с толкающими винтами. Ту-20, равно как и его развитие Ту-400 секунд турбовентиляторным двигателем, не вышел из стадии эскизного проекта. Однако научный задел было решено использовать для создания самолета большей размерности. В итоге, 2 февраля 1996 года вышло постановление правительства РФ, обеспечивавшее начало работ по региональному лайнеру вместимостью порядка 50 пассажиров, в дальнейшем получившему обозначение Ту-324, принятой в конце 2012 года государственной программе развития авиационной промышленности на 2013-2025 годы. Упоминания о проекте отсутствуют, однако, в апреле 2015 года в РИА президента Татарстана Рустам Миниханов в интервью российской газете призвал вернуться к проекту регионального самолета. Ту-324 был представлен на Макси-2015. Нами было сделано все, чтобы Туполев мог продемонстрировать Ту-324, прокомментировал ситуацию Киреев. Разработали два прекрасных буклета, выпустили их тиражом 800 единиц, разработали и отпечатали шесть больших красочных баннеров. Все это, а также модель самолета, были задолго до начала выставки предложены для демонстрации в экспозиции Туполева. После его отказа включить все это в свою экспозицию и раздавать буклеты мы вынуждены были попросить Валерия Николаевича Побежимова продемонстрировать Ту-324 в экспозиции Эникса. Команда предприятия с энтузиазмом провела демонстрацию, за что ей большое спасибо. Так как Рустам Нургалиевич очень болеет за этот самолет, то просила его поставить на наш стенд, пояснил тогда Бизнес Онлайн. Побежимов по Ту-324 на заводе уже проведена огромная подготовка производства, имеется освоенный двигатель. Есть прекрасная, созданная по заказу Республики авионика, которая установлена на самолете Б-200 и получила в его составе сертификат летной годности по европейским нормам. Что было сделано по Ту-324, в 1999 наказ передали рабочую документацию на планер. На заводе началось изготовление оснастки и инструмента для производства лайнера. Специально по Ту-324 за 15,6 миллиона долларов США приобрели новейшие клейпальные автоматы. По заявлению руководства Запорожского АО «Мотор Сич», предприятие совместно с Казанским АО «КМПО» изготовило для Ту-324 опытные экземпляры двигателя АИ-22. Как утверждало руководство КМПО, предприятие инвестировало в создание АИ-22 немалые средства и готово приступить к его серийному производству. Финансирование проекта велось на деньги, привлеченные Татарстаном. При Кабмине Арте сформировали группы управления созданием самолета Ту-324. Республика и участвовавшими в проекте предприятиями в Ту-324 было вложено в районе 100 миллионов долларов США. Тогдашний президент Артемин Тимир Шаймельев говорил, что при помощи федерального центра КАПа может начать поставки Ту-324 секунды 2007 года. Ту-324 – первый российский самолет, система управления которого, будучи полностью отечественной, позволяет управлять полетом экипажу из двух человек. Говорит Киреев. Он имеет стеклянную кабину, удовлетворяет строгим требованиям КАЭПа шумоэмиссии выхлопных газов. Ту-324 – первый отечественный самолет, спроектированный в цифре, аэродинамическая схема, двухмоторный турбореактивный низкоплан со стреловидным крылом, Т-образным оперением, перекладывающимися стабилизаторами и задним расположением двигателей. Предполагаемые модификации Ту-324 – базовая модель. Ту-324 А – административный самолет с салоном бизнес-класса. Ту-414 – удлиненная модификация. Ту-414 А – административный самолет с салоном бизнес-класса. Расчетные летно-технические характеристики.